На сегодняшний день Департамент науки, промышленной политики, предпринимательства под управлением министра комиссарова Алексея Геннадьевича открыл Центр инноваций в социальной сфере. Возглавляет этот Центр Яковлев Игорь Юрьевич. Это депутат Госдумы, умнейший человек, совершенно умнейший, обладает таким количеством знаний и составляет документы государственного уровня таким образом, что просто диво даешься. Была я в течение буквально 3-4 дней последней почти недели на нескольких встречах. Первая встреча была в Российской Академии Народного Хозяйства, где приглашали студентов этого университета и приезжало руководство Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства в лице князева Дмитрия Александровича и его помощника Познякова Константина Константиновича. Ко всем вышеперечисленным лицам можно обратиться с предложениями, с любого уровня, написать, отправить по электронной почте. В интернете есть все адреса, все электронные варианты и спокойно предлагать любой проект. В силу того, что социальное предпринимательство, по мнению одних, это что-то такое экзотическое, по мнению других, это 150 определений в интернете. 150, правда, не нашла, но каждый трактует это по-своему. Причем социальное предпринимательство идет в направлении, можно развивать и как предпринимательство, и как социальное предпринимательство. Мое определение, что любой предприниматель, работающий в нашей стране, это социальный предприниматель, потому что в первую очередь он предоставляет места рабочие и обеспечивает всеми работающих у него людей зарплатой, рабочим местом и перспективами на будущее. Помимо представления рабочих мест, у правительства Москвы сейчас существует просьба ко всем предпринимателям, если можно так выразиться, развивать производство, обучать молодежь, это наставничество, от которого благополучно избавились, а теперь понимают, что это недальновидно было распоряжение. Обучение и любые направления, которые обслуживают и инвалидов, и пожилых людей, и детей, и молодых людей, у которых там какие-то проблемы. В общем, найти себя можно в любом направлении. Субсидии, это безвозмездная выдача денег на проект, который сможет защитить предприниматель, приходящий на комиссию от Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, до 10 миллионов было озвучено на днях. Я не знаю, насколько это правда, пока еще я не была на приеме в этом центре инноваций в области социальной сферы, никак пока не могу попасть к нему на прием к этому Яковлеву, но пытаюсь уже, честно, вторую неделю. Это первый блок информации. Второй была первая в центре международной торговли, была первая международная конференция в области социального предпринимательства, на которую приехали представители других стран, где уже это развито достаточно давно. Это Германия, Англия, по-моему, Нидерланды, Швеция, то есть разного рода представители. Конкурс, который проходил, меня очень повеселило, что там сидело 8 членов жюри, 5 из которых были иностранцами. Выступали наши мальчики, наши девочки. Проекты самые разные. Больше всех мне понравился, честно говоря, проект Китеж. Это приехал молодой учитель, который распределился, вернее, пришел на практику в поселение в Китеже, которое организовал один из инженеров, который бросил все в Москву и уехал туда. Лет 20 назад. Лет 20 назад, да, он создал это поселение. И поездка с Зеопарбером. Да, то самое вот. Союз единомышленников. Объединились, взяли приемных детей своих, выращивают. Совершенно потрясающие мальчики там вырастают, потому что дружные отцы там из школы ответственного родителя. Я была потрясена вообще этой информацией, честно говоря, впервые слышала об этом. И приехал этот учитель с просьбой помочь выделить финансирование, у иностранцев просят, выделить финансирование на строительство школы для этих детей. Школа за 20 лет. В иностранном агентом? В иностранном агентом? Да. Я, честно говоря, была огорчена этим. Не знаю, правда, еще не узнавала, какой проект выиграл. Еще проект, это журнал, не могу вспомнить название, «История для малышей». Вот суть такая, совершенно гениальная вещь. Не факт. Да? Да, значит, и на сегодняшний день, да, еще недавно была на конференции «День кадровика». Зал, заполненный битком, где каждый выступающий практически сказал, что ему не хватает рабочих рук, что ему не хватает специалистов. Но, так как каждому нужен профессиональный человек, то одним из методов социального предпринимательства или направления – это обучение профессионалами старшего возраста молодежи. Существуют разные профессии. Существует вот, да, психологи до 96 лет. На одном из, как раз вот в Российской Академии Народного Хозяйства выступала предпринимательница с 20-летним стажем, которая рассказывала про партнера или компании, которую в 90 лет на инвалидном кресле привозят специалист-ортопед. Такого уровня, что масса людей приезжает просто советоваться. Женщина тоже в возрасте выступала. Она говорит, у меня нет учеников, у меня нет сотрудников. Никто не хочет перенимать вот такую тончайшую вот эту нишу занятию. Это же про конкурсы, как в науке. Они все жалуются, что нет среднего звена по возрасту. Да, кстати. Сейчас приехала сюда к вам в газете статья «Проблема кадров». Такое правительство Москвы на сегодняшний день предлагает там три варианта, которые строить опять общежития для молодых рабочих при фабриках и заводах. Я тихо ужаснулась. Второе предложение – повышать зарплату молодежи. А руководители промышленных предприятий говорят, они приходят к нам на время, выучиваются, потом уезжают либо за границу, либо находятся в иностранных компаниях, где будут получать гораздо больше денег. Ну, существует же… Я вот на встречах со всеми этими руководителями на уровне правительства Москвы говорю, ребята, надо по-другому. Главное встреча у комиссарова. Значит, Алексей Геннадьевич, давайте сделаем по-другому. То есть предпринимательство – это стиль мышления человека, это желание облагородить весь мир, улучшить его, принести пользу как можно большему количеству людей. Вот это предприниматель. То есть предприниматель не может не предпринимать, как рыба не плавать, а птица не летать. А бизнесмен может всё продать, даже родную мать. Так вот, то, что пишут во всех этих статьях, что у нас развивается всего три направления – это торговля, второе вот не помню, и третье – госсектор. Вот всех, всю молодёжь учат, да, может быть, сервис, да, 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 да. И всю молодёжь учат только торговать. А на самом деле, когда деньги ставятся впереди паровода, то есть нельзя придумать проект, на который можно просить деньги, вернее, не просить, а любая субсидия подразумевает то же количество денег, выложенных уже в проект. И я уже около 10 лет, вот уже на всех совещаниях, я говорю, не может студент 500 тысяч, вот сейчас начинающим предпринимателям дают 500 тысяч на развитие предприятия. Предприятию должно быть не больше двух лет. И вот на встрече с князем, на одном из тоже бизнес-встречи с молодёжью, я говорю, давайте вы сделаете так, чтобы существующая компания берёт и открывает направление социальный проект, название. У компании есть уже наработки, уже есть свои клиенты, уже есть свои возможности, есть помещения. То есть можно эту социальную лицензию сделать для уже действующего предприятия под проект, целенаправленно на какую-то часть населения нашего города, который может быть назван социальным предпринимательством. Потому что когда выступали вот эти иностранцы перед аудиторией, зал битком забит, и на всех вот этих встречах по социальному предпринимательству все руководство от правительства начинает удивляться, что почему столько много людей пришло. Хотя на самом деле никакой информации практически нет, никакой рекламы, никакой ничего. То есть просто шуршу по связям, по знакомству. Ну вот, как бы, поэтому, если возможно, придумывайте эти проекты, предлагайте всё, что хотите, потому что у каждого человека существует своё дело внутри, с помощью которого он может до самой глубокой старости быть полезным, быть востребуемым и применять ту самую мудрость, к которому человек стремится, ну, должен стремиться изначально, на пользу людям. Так как человечество делится, моя методика, я не буду спорить, не буду, на мудрецов, творцов, общественников, предпринимателей, учёных, чиновников и военных и бизнесменов. Это по скорости творцах, это высочайший уровень скорости работы коры головного мозга, правого и левого полушария и их синхронизации в момент принятия решения. Если это решение принимается достаточно часто, то вот те самые из 11 миллионов нейтронов создаются блоки, которые очень сложно разрушить с помощью возраста. Я знакома была с огромным количеством, и по сей день кто живёт, с огромным количеством людей, у которых мозг работает в 85, 80, 90, работает как у молодых. То есть и ещё иногда даже лучше. Масса из этих людей опережает время на 100-200 лет по составу предложений для жителей нашего города и нашей страны. То есть если создать совет мудрецов, можете так назвать это направление, когда приходите, мы вас пошлём, как я говорила. Совет мудрецов запиши, малый приятный. То это может на самом деле можно массу проблем решить с этим. Сюда я приехала, опоздала, извините, вчера просто вечером узнала про семинар. Приехала с утра на семинар, выступает молодой человек. Слава богу, да, наверное, психологические знания. Полжизни он метался по миру, пытаясь найти там себя то в Индии, то ещё где-то, по США проехал, на Кубе. Ну, в общем, просто невероятное количество стран объехал для того, чтобы найти себя. Я говорю, знаете, существует алгоритм поиска своего дела. Приходите. Не выдержала, встала. После лекции подхожу к этому преподавателю и говорю, давайте попробуем. Существует программа менторства в Москве. Это по линии правительства Москвы. Создана структура, которая пожилым, вернее, специалистам в какой-то области предлагает такого рода подработку. Назовём вещи своими именами. Они совершенно разные. Могут быть стажировки у психологов, у художников. Ну, у любого профессионала есть что сказать молодёжи, если он захочет. Поэтому готовы помогать всем. Всё? Всё? Закомментируем.